по Донецкой и уже почти 4 года и по Луганской области, потому что очень много братьев-служителей уехало, когда война началась. Война это страшно, поверьте. Это неприятно, это много горя, это много страданий. И церковь очень сильно включилась в работу, помогать людям, когда-то переселенцам, когда-то... Потом мы начали заниматься в прифронтовой зоне, помогать людям, которые оказались в очень трудных жизненных обстоятельствах. Это реальность, то, что было раньше, несколько лет назад, и голодной, и холодной смерти, об этом многие не говорят, но это правда так, оно было. На сегодня несколько ситуаций стабилизировалось, какие-то социальные выплаты есть, но в то же самое время церковь, как я уже сказал, включилась в помощь людям. И не только материально, финансово. Кстати, хочу сразу поблагодарить и вас, и вашу церковь за молитвы, в этом Украина очень нуждается. К сожалению, самая большая бич или проблема – это коррупция, которая есть. И из-за этого нет такого продвижения в материальном, финансовом, прорыва нет. В Украине, потому что много беззакония, много беззаконников, особенно у людей власти. И это большая проблема на сегодня. Но в то же самое время, как бы прошло уже почти 4 года, когда все это началось, и Бог как бы показывает, почему Он допустил все эти обстоятельства. Я всю жизнь прожил там, на Донбассе, мне 58 лет, и я немножко знаю ментальность нашего народа, очень трудно проповедовать евангельские истины. Почему? Потому что люди слишком сориентированы и очень сильную позицию имеет православная церковь московского патриархата. И таким образом, ну, на нас смотрят, как на хриседантов. Ну, собственно, вы выходцы из бывшего Советского Союза, вы знаете, какое было отношение, оно, в принципе, вот так где-то и осталось. Но за эти 4 года отношение к евангельскому движению, к евангельской церкви, очень сильно изменилось в позитивную сторону. То есть люди увидели, даже люди власти, они могут скрыть то, что мы делаем, сколько мы приносим благословения, помощи. Они не могли справиться с переселенцами. Было время, когда наша только церковь, я живу в бывшей город Красноармейск, это 50 километров от Донецка, сейчас он называется город Покровск, только наша поместная церковь принимала по 300, по 400 переселенцев в сутки. Власти не могли этого сделать. Само большее у нас стояло в лагере МЧСа, то, что они могли принять до 150 человек в сутки. Церковь принимала намного, намного больше. И таким образом, конечно, мы лечили, мы помогали, мы покупали билеты, мы поселяли, мы кормили, общежития арендовали, школы-интернаты и заселяли полностью переселенцами. Это делала церковь. И это делалось благодаря тому, что вся Украина и многие страны, братья и сестры, просто оказывали финансовую, материальную помощь. Через наше поместное церковь за это время прошло примерно 750 тонн продуктов питания. Я не говорю другие вещи. Медицинское оборудование, мебель, постельная одежда, обувь. Я этого не беру. Только продукты питания. И, конечно, в основном это с Украины, но и из других стран точно так же. На сегодня мы больше начали заниматься, где-то 2 года с 7 месяцев. Мы начали серьезно заниматься в прифронтовой зоне, отправлять миссионеров. Мы открыли миссионерские школы, буквально месячные, немножко больше. И в населенные пункты, где нет евангельской церкви, либо евангельской церкви, которые, к сожалению, были зациклены только на себе, не работали на внешнюю миссию. И сколько помощи им не оказывай, они своим поверили, а больше никому не хватало. Мы перестали работать с такими церквями. И мы отправляли эти миссионерские команды, по 5 человек старались, и открывать там миссионерские центры, через них оказывать помощь людям, которые живут в тех населенных пунктах. И на сегодня, за это время, 2 года с 7 месяцев, наше только объединение. В Донецкой и Луганской области, прифронтовой зоне, мы проводим богослужения в новых, в 26 местах. Более того, из этих 26 населенных пунктов, на сегодня 15 новых церквей, я смело могу говорить, мы открыли. Слава Богу за это. Это нереально было, это невозможно было, если бы не было этой войны, этой разрухи. Люди, пережившие вот эти страдания, эти боли, эти разрушения, они сегодня открыты к проповеди Евангелия, они открыты к принятию Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя. И в нашем дне не трудится больше 70 миссионеров. Конечно, их надо содержать, нужно арендовать, нужно все прочие моменты, это несколько стоит. И это одна из целей, почему я в вашей стране. И в том числе, хочу обратиться, возможно, и к школе. Пусть приезжают на Донбасс, мы примем. Да, мы понимаем опасность, я знаю, очень многие родители молодых людей не отправляют, боятся, я понимаю эти реальности. Но мы стараемся несколько дальше от линии разграничения. Ну и если кто-то пожелает трудиться, у нас есть, проезжают команды, вот сейчас в конце мая приедет, в начале июля приедет еще одна команда с разных церквей с вашей страны, потрудиться на миссии у нас там на Донбассе. Я благодарю Бога еще раз за ваше служение, молитвы, за всякую вашу помощь. Пусть Бог благословит вас. Я читаю место Священного Писания, это Псалом 43, со 2 по 8 текст. Я не буду на него проповедовать, но это как преамбула и к тому слову, которое лежит у меня на сердце, поделиться сегодня с вами. Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое ты садил во дни их, во дни древние. Ты рукой твоей истребил народы, а их насадил, поразил племена и изгнал их. Ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего, ибо ты благоволил к ним. Боже, царь мой, ты тот же, даруй спасение Иакову. С тобою избадаем рогами врагов наших, во имя твое попрем ногами восстающих на нас. Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня, но ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас. Братья и сестры, в этом тексте Священного Писания, которое я прочел, автор этого послания, автор этого Псалма, 11 раз указывает на Бога. И он говорит, Боже, это не мы, это не я, это не наша сила, это не наш лук, это не наша мудрость, это все ты сделал нашей жизни. То есть он показывает, что только Бог, который являет свою милость, может давать определенные победы в жизни любого человека, либо в жизни любой нации, либо народа, в данном случае в истории израильского народа. Тема моей проповеди называется «Зависимость от Бога». Я однажды прочел в одной брошюре Джона Максвелла, очень известная личность, у вас здесь в стране, он не только как христианский автор, многих бестсерверов, его приглашают проводить семинары, тренинги, даже не христианские организации. Это действительно известная личность. И вот что он сказал в одной где-то брошюре, я прочел, это его статистика, это не моя статистика, что из десяти призванных на служение людей к 65 годам жизни в служении остается один человек. Из десяти призванных на служение к 65 годам жизни остается один. 90% потери. И потери по разным причинам. Кто-то устал, кто-то умер, кто-то заболел, кто-то разочаровался, кто-то разбился, кто-то эмоционально, душевно, о чем вы будете слышать. Возможно, перегорел, возможно, не выдержал душевных каких-то нагрузок, эмоциональных нагрузок и таким образом сошел с дистанции. Причины очень разные. Я задумался, и это действительно очень серьезно. Меня это почему-то сильно коснулось. Я вспомнил, что за годы всего своего служения, а я с 94-го года несу епискарское служение в Донецкой области, я вспомнил, скольких пасторов мне приходилось, ну, отлучать, снимать со служения по причине греха. Кто-то, возможно, просто по причине эмоциональной нагрузки не выдержал и устал, и говорит, я просто больше не могу служить и нести определенное служение. То есть причины разные. Но в то же самое время, на мой взгляд, самая большая причина, почему христиане сходят с дистанции, они теряют чувство зависимости от Бога. Это не только служителя. Я хочу сегодня об этом как раз поговорить. Дело в том, что я верю в то, что в христианстве самый лучший и самый совершенный пример для всех нас является земная жизнь нашего Господа Иисуса Христа. Он настоящий лидер, он настоящий учитель, он настоящий наставник и он настоящий служитель. Он однажды сказал еще на небесах, вот иду исполнить волю твою Божию, и он ее исполнил до конца. И он же говорит о себе, будучи сыном Божьим, будучи Богом во плоти здесь, на этой земле. Он говорит, Евангелие, Иоанна, 5 глава, 19 текст, он говорит, сын ничего не может творить сам от себя. И я задаю встречный вопрос. Братья и сестры, всегда ли мы так поступаем? Если Бог во плоти Сын Божий говорит и свидетельствует, я никогда по своей инициативе ничего не делаю. Я вижу Отца Творящего, дальше он говорит 30 текстом, и поэтому я это делаю. Дорогие мои, всегда ли мы делаем только то, что говорит нам Бог? Он говорит, я не ищу своей воли, но я ищу волю пославшего меня Отца, и то, что Он мне поручает делать, я только это и делаю. И дальше в рассуждении, в размышлении говорят следующее. Дорогие мои, сколько проблем и ошибок в нашей жизни, сколько, возможно, боли, разочарований, а по той причине, что-то мы по своей инициативе начали что-то делать, а потом удивляемся, что у нас не все получается, либо нет такого успеха, как хотелось бы, чтобы этот успех был. Апостол Петр в своем первом послании, во второй главе он говорит о том, что мы призваны идти по следам нашего Господа Иисуса Христа, то есть Он пример, Он образец, и мы должны Ему подражать абсолютно во всем. Кроме того, сам Иисус Христос сказал, что без Меня не можете делать ничего. Я не знаю, насколько мы серьезно к этому относимся, это просто слова, Он сказал просто так, либо все-таки это инструкция к действию, либо тому, чтобы мы так же поступали, осознавая, что доброго, хорошего мы ничего не можем делать без нашего Господа Иисуса Христа, потому что Иаков говорит, что Он, Бог, является Отцом всех миров, и от Него же исходит всякое добро, то есть добро приходит только от Бога. И сегодня, когда я буду проповедовать об этом, и буду говорить некоторые личные свидетельства, я хотел бы, чтобы вы помнили три вещи, о которых говорит Божье Слово, ну, в этой теме, о которой я сегодня говорить. Первое. Апостол Павел говорит Римлянам 7,18, «Не живет во мне, то есть в плоти моей, доброго». Братья и сестры, мы должны осознать эту истину. Во мне, в моей природе, в моей плоти нет абсолютно ничего доброго. Об этом говорит Слово Божье. Не живет во мне, то есть в плоти моей, доброго. Да, конечно, мы делаем какое-то добро. Мы должны осознавать и понимать, что любое добро, на которое мы способны, которое мы делаем, это просто Бог нас использует при условии, когда я себя предоставляю Ему. И Он тогда берет меня просто как инструмент и использует, и я могу сделать какое-то добро. Но в принципе, во мне, как в человеке, в моей греховной природе нет ничего доброго, не живет никакого добра. Второй момент, который я хотел бы, чтобы вы тоже помнили, что без Божьей благодати ни у меня, ни у каждого из нас нет ничего, никакой способности делать что-то полезное, хорошее и правильное для Царства Божьего. И еще раз повторю, без Божьей благодати мы не способны приносить какого-то добра, какой-то пользы в строительстве Царства Божьего, либо в Царстве нашего Небесного Отца. И третий момент. Я полностью, я всецелый, зависим от Бога во всех сферах моей жизни. Помните, в Нагорной проповеди Иисус Христос, говоря о блаженствах, Он говорит, ну можно вспомнить одну ситуацию, когда-то лечу я в Америку, в Соединенные Штаты Америки, и в Борисполе прохожу этот уже паспортный контроль, там пограничник сидит, и он мне задает вопрос, давно было еще, в 90-х годах, и он задает вопрос мне, а почему летите? Я говорю, я пастор, епископ, лечу по приглашению церкви и так далее, хотя это его не мера ответственности, он должен проверить только паспортные данные всего лишь. Ну, парень, видно, решил поумнищать и говорит, да, вы пастор, вы христианин, а вы можете мне сказать 10 заповедей Иисуса Христа? Ну, у меня, знаете, у евангельского христианина революция началась в мозгах. Ну, 10 заповедей Бог дал через Моисея, а если ты о том, что говорил Христос, там 9 блаженств, он говорил, что он имеет в виду, я не знаю, что ему. И знаете, Бог так положил мне на сердце, я говорю, я-то могу вам сказать, а вы их знаете, чтобы проверили, я правильно говорю или нет? Он замолчал, поставил печаль, говорит, идите дальше. Так вот, говоря о 9 блаженствах, Иисус Христос, одно из блаженств, Он назвал блаженной нищей духов, ибо у них есть Царство Небесное. Другими словами, что говорит Христос? Блажены те, которые внутри себя духовно осознают нищими, попрошайками, нуждающимся в Боге. И Он говорит, только такая категория людей, они блажены, почему? Потому что они наследуют Царство Небесное, они будут Царством Божьим. Когда ты внутри себя осознаешь, что без Бога ты абсолютно ничего не можешь делать, и каждый день ты нуждаешься в помощи благословения от Бога. Аминь. Каждый день и каждую минуту. Интересно, в греческом языке, в греческом оригинале, вот это слово, ну попрошайка, чьи же брак на украинской мове, тот, который нуждается, блаженный и нищий, оно осознает следующее значение, имеет, что тот человек, который просит, он получит в день ровно столько, столько ему на сегодня надо. То есть каждый день мы нуждаемся в Боге. Аминь. Каждый день мы нуждаемся в Его откровении. Каждый день мы нуждаемся в Его усилии. Каждый день мы нуждаемся в помазании, в Его охране и в Его же обеспечении. Каждый день. И когда ты каждый день приходишь с нуждой к Богу, а у Бога просить не стыдно, стыдно просить у людей, у Бога не стыдно просить, Бог тебе даст ровно столько, столько тебе на сегодня надо. Аминь. Он обеспечит. Но каждый день мы нуждаемся в Нем. Да и в другом месте Иисус Христос говорил, уча учеников молиться, Он говорит, просите и получите, потому что просящие получают, когда они просят у Бога. Мы действительно нуждаемся в Боге всегда. Когда мы где-то в своем сердце начинаем возлагать надежду на себя, либо на окружающих людей, на свою плоть, на свой опыт, опыт хорошее дело, но когда мы возлагаем надежду уже на опыт, это дает гордость моему сердцу. Я уже, ну что-то могу. А в Библии сказано, что мы без него делать ничего абсолютно не можем. И когда что-то у тебя получается в служении, в жизни, в бизнесе, разницы нет, даже семейное благополучие и счастье, и ты уже возлагаешь надежду на себя, когда ты надеешься на себя, ты можешь попасть в серьезнейшие проблемы. Видите, что говорит пророк Иеремия, он говорит об этом в 17 главе. Тот, который возлагает надежду и делает плод своего пора, либо возлагает надежду на человека какого-то, он попадает под проклятие. И в то же самое время тот, который надеется на Бога, он никогда не останется в стыде. Почему? А потому что он уподобляется этому дереву, посаженному при потоке вод. И там сказано, не значит, что проблем в его жизни не будет. Проблемы будут. Будет время зноя, жары какой-то и даже во время засухи. Но написано, он этого как бы и не заметит, потому что это пройдет, Бог его будет благословлять, и Бог проведет его через трудные времена в его жизни. И нам очень важно осознавать, что мы зависимы от Бога абсолютно во всем. Все. Мои родители, я сказал, что я всю жизнь прожил на Донбассе. Мои родители в свое время, в 90-х годах, переехали в Одесскую область, жили в Авиапольском районе. И иногда мы ездили туда. У меня-то в то время был автомобиль, московские комсомольцы его построили, АЗЛК «Москвич». И я приехал с тестем, с племянником, и кто-то из моих детей там были. Это был декабрь месяц, не помню какой год, конец 90-х годов, возможно, седьмой-восьмой год, может, даже шестой. И в декабре месяце, в середине где-то, мы там побыли какое-то время, и назад ехать. Мне нужно было доехать до Кроворога, москвич был груженый, с прицепом, что-то там от родителей мы брали. И там родственники живут, там переночевать и ехать дальше. И когда мы стали на молитву, а вы не знаете, я профессиональный водитель второго класса, я хорошо вожу автомобиль, чтобы вы знали, я классный водитель. И вот мы стали на молитву перед тем, как помолиться, чтобы назад ехать. Ну и как всегда, конечно, просить Божьего благословения. И стоя там на молитве, у меня пришла мысль такая. Я дорогу знаю, не первый раз, я хороший водитель. Да едем. Вы знаете, я пропустил вот этот момент, насколько дьявол порой, знаете, вот подсунет что-нибудь. И очень важно бодрствовать, чтобы не присвоить что-то. Мы поехали. И только, это было 50 километров за Одессой, только Одессу мы проехали. Выезжаем, метель, мороз, снег просто идет, все метет. И водители меня поймут. Третью передачу иногда я включал. В основном на второй, третьей. Четвертую я даже никогда не включал. Невозможно быстро ехать. Ничего не видно. Снег, метель. И когда уже стало темно, я вообще потерялся, где я еду. Я уже не знал местности, я ничего не узнавал. Хотя дорогу знал, не один раз ездил. И когда я увидел там свет так вверху, и дорога резко поворачивает вправо, я понял, где я нахожусь, но было поздно. Автомобиль прямо, и там столбики, и там кувет 2,5 метра. Единственное, что я успел крыкнуть, Иисус. Я благодарю Бога, я уже видел эту картину переворачивающейся автомобиль. Вот так вот, потому что боком сходишь ты в кувет. И, естественно, там вариантов нет. Бог помиловал. Мы не перевернулись, просто съехали. Я сразу вспомнил ту молитву. Я хороший водитель, я дорогу знаю. Не первый раз приехали. Бог просто помиловал. Дорогие мои, когда я начал серьезно читать Священное Писание, мне очень нравится книга «Экклезиасты», и притча, наверное, всем так. И в «Экклезиасте» я прочел, что даже такое благо, как есть и пить не во власти человека. Я родился, вырос в христианской семье, но я в молодости не служил, я был грешником. А потом, когда обратился, я серьезно начал исследовать Священное Писание. И когда я прочел это место, что не во власти человека, даже такое благо, как есть и пить. Я был молодым человеком тогда. Я никому ничего не говорил, но внутри меня. Я возмутился. Ну, как это так не в моей власти? Ну, если есть что-то покушать, я захотел, пошел и покушал. Тебе хочется что-то выпить. Пожалуйста, если есть, ты можешь попить то, что тебе хочется. Я не воспринял это слово внутри. Я еще раз скажу, я никому ничего не говорил. Но вы знаете, я благодарю Бога, что Бог очень мудрый учитель. Очень мудрый и очень добрый. Потом я прочел еще одно место, что не во власти идущее, давать направление стопом его. И я тоже внутри думаю, ну, как это не в моей власти? Ну, куда я захотел, туда я и пошел. Ну, как не в моей власти? У меня в армии была серьезная травма позвоночника, поясничного отдела. И когда я лежал днями, либо сутками, ну, месяцов не было, ну, до недели сроки были, когда я не мог ходить своими ногами, то я понял, что не во власти идущего давать направление стопом его. И когда ты серьезно болеешь, тебе приносят самое лучшее, самое тебе любимое, самое изысканное какие-то блюда, а тебе ничего не лезет. И я понял, не в нашей власти давать направление стопом. И даже такое благо, как есть, и пить не во власти человека. Аминь. Бог очень мудрый учитель. Он учит на таких вот примерах. Ну, я перед вами исповедовался. Вы же люди верующие, вы же никому не расскажете. И тайну исповеди храните. Дорогие мои, на самом деле жизнь, она показывает. Вот в таких, возможно, мелочах, хотя это не сильные мелочи были порой в моей жизни, но я вам скажу, Бог показывает, насколько мы зависимы от Бога. И какая большая проблема, когда я где-то что-то, какой-то успех, Бог же дал тебе, либо мне, а мы это приписываем себе, и забываем, что Бог ревнитель. И он говорит, славы мои, не отдам иному. Насколько важно всегда в сердце возлагать надежду на Бога, особенно служителям Божьим. Я знаю, что мы окружены людьми, у которых порой бывает очень много различных вопросов и проблем. И мы, как служители Божьим, мы обязаны, мы ответственны порой давать какие-то советы, наставления, либо мы какие-то учения говорим. Вы знаете, насколько важно осознавать даже, когда ты даешь совет кому-то, если он примет, ты ведь будешь нести ответственность за тот совет, который ты давал. И поэтому просто мысленно хотя бы обратись к Богу, Господи, дай мудрости. Ну что сказать? Как подсказать? Я благодарю Бога, что мы имеем этого верного, надежного друга, наставника, учителя, который в Духе Святом всегда с нами. Аминь. И когда ты просто мысленно даже обратишься к Нему, Боже, дай мудрости, Он даст тебе мудрость. Он тебе поможет. И то, что будет тогда уже, как бы от тебя, но это не твое. Потому что что ты имеешь, чтобы ты не получил. А если получил, апостол Павел говорит, а то, что ты хвалишься, как будто не получил. К сожалению, очень многие люди, они что-то тоже Божье помазание, откровение, милости, мудрость, которая приходит свыше, которую Бог тебя благословил, они порой приписывают это себе. Это очень большая проблема. Я вам расскажу одну историю, я не буду говорить, называть фамилии, потому что одного из них вы точно знаете. Это два служителя Божьих, и я подчеркиваю, это друзья. Это не недруги. Это друзья, очень хорошие два служителя Божьих. И вот один о другом сказал следующее. Он очень способный служитель Божий, плохо только одно, что он сам об этом знает. Это проблема, когда, знаете, вот то, что определенные способности, которыми наделяет нас Бог, мы порой начинаем приписывать себе. И уже как бы Бог где-то там, где-то Он в стороне, где-то Он в тени, а мы на первое место ставим себя. Как важно осознавать, что все-таки все Бог абсолютно во всем. Апостол Павел однажды, говоря даже о себе, он говорит, ну это просто милость Божья, это благодать Божья, боли их, то есть других апостолов, потрудильства на нее Божьи. Но делать сразу же оговорку, впрочем, не я, а кто? Благодать Божья, которая со мной. Дорогие мои, без Божьей благодати мы ничего не можем делать. Ну, естественно, понятно, в смысле хорошего, правильного, позитивного в Царстве Божьем, да и вообще в жизни. Но, к сожалению, есть еще одна проблема в жизни некоторых людей, особенно это молодых людей, возможно, касается. Сегодня всем буду говорить. Знаете, меня как служителя Божьего мне тревожит этот момент. У нас сегодня вот то, что мы там делаем, то, что Бог делает через Церковь свою. Знаете, у нас серьезнейшая проблема дефицит. Дефицит служителей Божьих. Просто серьезный недостаток. Конечно, да, многие уехали, я понимаю, да, война, это страшно, многие уехали. И сегодня вот 15 новых церквей, у нас нет пасторов. Кто желает пасторское служение нести, пожалуйста, приезжайте. У нас нет проповедников, у нас есть церковь уже открыта, но в принципе действующая церковь приезжает и помогает проводить богослужение, потому что в миссионерской команде молодые люди, хотя есть разные, шестеро детей оставили свои дома и переехали, трое детей, четверо, двое детей, есть разные, семейные, но есть в основном молодые люди, которые даже проповедовать не могут, и поэтому приезжают помогать проводить богослужение. Но Бог свою церковь строит, слава нашему Богу. Да, недостаток служителей Божьих. Вы знаете, я вижу, что не только из-за того, что нет таких, которых Бог дал определенные способности либо дарования. Нет. Я верю в Божье Слово, Библия говорит, апостол Петр говорит в первом послании, 4 главе, 10 и дальше текст, он говорит, что, ну, служите каждый тем даром, который получили, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. То есть абсолютно у каждого есть какое-то дарование, врожденная, приобретенная способность, либо какой-то талант. У каждого есть, и мы призваны этим служить. Но, к сожалению, некоторые считают, что у них нет никакого дарования. И некоторые даже берут в основание определенное место, либо даже места священного писания. Вот на одном я хочу остановиться. Я хочу просто вдохновить каждого. Если ты еще не несешь, не исполняешь какого-либо служения в теле твоем, и ты думаешь, что ты недостоин, либо ты слаб, либо Бог не может тебя использовать, я хочу тебе сказать, ты нужен Богу в строительстве Царства Божьего. Ты нужен Богу. Бог не ошибается, когда нас призывает в свое Царство. И Бог очень мудрый работодатель. У Него есть для тебя труд, у Него есть для тебя служение в церкви своей. Поэтому как важно, чтобы ты понял и осознал. Одно из мест Писания, на которое часто я слышу, люди ссылаются и говорят, ну кто я такой, я ничего не могу делать, и прочие вещи. Я читаю первое послание Коринфянам, первое послание Коринфянам, 1 глава с 26 текста. Святой апостол Павел говорит, посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрая мира, чтобы посрамить мудрых. И немощная мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. С какой целью Бог это делает? Для того, чтобы никакая плод не хвалилась пред Богом. Бог специально это делает. Он берет, как мы прочли, несильное, незнатное, немудрое, либо неблагородное. Он берет таких людей из этого мира, призывает свое царство, и потом что-то производит. Через вот этих, кажется, как некоторые говорят, необдарованных, неспособных, без всяких каких-то там талантов, без семипядий во лбу, но Бог их использует в служении на Неве своей. И некоторые говорят, ну я слабый, я немудрый, у меня этого нет. Иногда даже у нас, у вас такого нет, а у нас иногда еще порой слышу, выйдет человек проповедует за кафедру и говорит, я вообще-то грешник, я не достоин проповедовать. У меня вопрос возникает, что ты грешник делаешь за кафедры? Ну какое-то такое самовольное, смиренно мудрое. Дорогие мои, если мы внимательно читаем, то апостол Павел говорит, братья, оглянитесь назад и вспомните момент вашего спасения, момент вашего призвания. На момент твоего призвания, на момент твоего спасения, да, мы были немудрые, неблагородные и несильные. Но Бог берет вот эти категории людей и делает их такими, чтобы постромить этот мир. Я задаю вопрос, братья и сестры, как можно постромить мудрость этого мира? Другого пути не существует, как сделать более мудрым. Аминь. Как постромить сильно этого мира? Другого просто нет. Надо сделать сильнее, нежели в этом мире. И слава Богу, Бог это делает. Да, на момент спасения, нашего призвания, мы были такими, но Бог дает свою мудрость, Бог наделяет свою силу, и мы с вами имеем ум Христов. Слава нашему Богу. И таким образом, Бог просто поднимает на новые высоты, и то, что было ценно, либо кто-то хвалился в этом мире, дорогие мои, оно находится в постыжении, потому что Бог превозносит своих детей и использует их для своей славы. Помните, Бог когда-то еще Павлу, апостол Павлу сказал, «Сила моя свершается в немощи». Когда ты осознаешь свою нищету в Боге, ты осознаешь свою слабость без Бога, без Божьего помазания, без Божьего откровения. Народ не обуздан, Библия говорит, но когда ты приходишь к Богу за помощью, Он наделяет тебя своей силой, своим помазанием, мудростью, благословением, и тогда с этой силой, как Гедеону он сказал, «Иди с этой силой, ты поразишь мандинчан, как одного человека». Слава нашему Богу. Бог берет, вот он незнатное, «Да я самый младший, и колено Вениаминова, оно самое малое, оно незначительное в Израиле. Что я могу сделать?» А Бог говорит, вот с этой силой, «Иди, ты поразишь, когда ты осознаешь свою слабость и немощь, но сила твоя в Боге». Однажды сказал Бог, и дважды слышал я это сказал, Псалом Певец, что сила у Бога. Аминь. Когда мы прибегаем к Нему, я осознаю, я прошу Божия, используй меня, я действительно слабый, я зависим от Тебя, без Тебя ничего не могу сделать». В сорокалетнем возрасте Моисей был умный, сильный и красивый. Помните, да, эту ситуацию? Он научен всей премудрости египетской написано в сорокалетнем возрасте. И когда он вышел посетить своих братьев, и когда он увидел, когда египтянин обижал израильтянина, он взял и убил его, там написано в Деянии Сидых Апостолов в седьмой главе, написано, что он думал, что они поймут, что его силой он приносит избавление. Но, дорогие мои, это был не тот метод, который Бог избрал, чтобы избавить израильский народ от египетского рабства. И не то время, если бы он таким методом избавлял, до сих пор бы по одному человеку закапывал бы песок. Но, дорогие мои, Бог приготовил нечто другое. Когда ему было восемьдесят лет, вот Бог сказал, вот теперь ты готов. В сорок наученный, сильный, при власти принц Египта ты не способен. Ты не можешь. Я не могу, говорит Бог, тебя в этом возрасте использовать. В таком состоянии. Но когда ему стало восемьдесят, и он говорит, кто я? Я косноязычен. Я не могу. Боже, пошли кого-то другого. А Бог говорит, вот теперь ты как раз созрел. Вот такой ты мне нужен. Когда ты зависим от меня. И понимаешь, что ты сам по себе по плоти ничего не можешь сделать. И Бог очень сильно использовал и поставил ее вождем израильского народа. Очень коротко, одиннадцатая глава послания евреям. Вы помните, глава веры, да? Глава мужей, извините, и жен веры. И там целый перечень. Очень коротко, на некоторых мы с вами остановимся и посмотрим. И хочу выделить одну примечательную деталь, которую, к сожалению, не все замечают. Когда они говорят, я не могу, я слабый, я не способный, у меня нет дарований, либо еще что-либо. Дорогие, мы посмотрим, каких людей Бог использовал для своей славы. Евреям, одиннадцатая глава. Автор этого послания говорит с тридцатого текста. И что еще скажу. Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне, и Ефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Нам нравится, они были героями, они были победителями. Я одну фразу упустил. Я ее специально не прочел. Я ее сейчас прочту. И за них же за всех сказано. Они победители, они герои, они сильные. Они действительно были благословением для Божьего народа, и они были в армии Божьей. Но за них всех сказано укреплялись от слабости, укреплялись от немощи. Дорогие мои, они на самом деле были слабыми людьми. И они себя такими видели, и такими они себя понимали. Если очень коротко, вот все эти библейские персонажи, очень коротко, просто, знаете, так тезисно, потому что вы все знаете, тезисно пройдемся по этим героям веры, и мы увидим, кто они были, и какими их Бог сделал. Я еще раз повторяю, причина в чем? Они понимали свою зависимость от Бога. Вот это чувство зависимости они пронесли сквозь свою жизнь, через свою жизнь. Гедеон, то, что я уже говорил, что он говорил о себе? Господи, как, когда явился ангел Господень, он в страхе этих магинитян, спрятался в этом давильном прессе, где-то немножко нашел там зерна, выколачивал, чтобы как-то прокормиться, и прокормить свою семью. А он ему говорит, я не могу, племя моего, колени монасты, но самое бедное, я в доме отца моего, самый младший, я не могу. А ему ангел Господень говорит, иди с этой силой, и ты поразишь их. Дорогие мои, когда слабые люди делают великие дела Божьи, они всю славу отдают только Богу. Только Богу. А вот это тоже принцип Божьего благословения в жизни любого служителя, в жизни любого человека. Когда ты понимаешь и осознаешь свою слабость, но когда Бог тебя использовал, поэтому ты понимаешь, это не ты, это не я, не я такой великий и знаменитый. Помните, когда Иисус Христос езжал на ослике в Иерусалим, и постелали одежды, постелали пальмами о ветви, и идет этот осел, и думает, какой я знаменитый, как меня здесь ожидают, как меня здесь любят, как меня здесь принимают, ну просто звезда Ютуба. Да не ты осел, а тот, который на тебе. Аминь. Вот порой люди, которые вот таким образом себя ведут, на самом деле, они что-то приписывают себе. Да кто ты? Да, ты осел, ты надобен Господу. Но в то же самое время приветствуют того, который, потому что тот, который в нас, он сильнее того, который в мире. Слава нашему Богу. А когда люди самодостаточны, когда они становятся свою силу, свою значимость, они, естественно, то, что они делают, хорошее, правильно делают, но они вот там даже внутри себя мудрость, силу, успех, победы определенные, они приписывают себе, как царь на выходоносор. И вы помните конец, и потом, как Бог его научил. С одной стороны, на выходоносор правду говорил, я построил, и история запечатлила, он действительно великий строитель, архитектор, и одно из чудес света, и все прочее, но он Бога отодвинул, он себе прописал. На самом деле, Бог ему дал эту мудрость, эти знания, и такое благословение. Варак. Варак, он был командующей армией, мистер обороны, как хотите его назовите, в то время, когда судьей была Девора, в израильском народе. И вы помните, когда она ему сказала, что иди, и ты поразишь, ну, война против Сесары была, и так далее, то что говорит Варак? Вы знаете, будучи министром обороны, либо главнокомандующим армии, он понимал, несмотря на то, что Девора, женщина, но она была судьей, и он понимал, Бог с ней. И поэтому он говорит, если ты пойдешь, то и я пойду. Придите, не сколько зависимость от женщины, либо от человека, как он понимал, присутствие Божье будет. Она говорит, так тогда слава не тебе, какая разница? Главное, чтобы победа была от Бога. Аминь. И он одержал эту победу. Самсон. Кстати, очень многие думают, что Самсон был, ну, очень большим таким человеком, сильным, и порой его такими рисуют в детских библиях, но я почему-то не считаю так. Ну, если, знаете, иначе как-то глупо звучит вопрос, который задавала ему Даледа, и она спрашивает, спрашивает, ну, слушай, а в чем сила твоя? Он бы сказал, слушай, то посмотри на меня, гора мышц просто. На самом деле, на мой взгляд, он был, ну, каким-то обыкновенным, стандартным человеком. Но когда сила Божия, помазание Божие, будучи Назарем Божиим, сходила на него, ослиной челюсти, он мог тысячи людей убить, он тогда мог ворота поднять и унести, он мог это сделать, потому что, действительно, Бог его использовал, дорогие мои, в том, чтобы приносить избавление Израиля от филистимлян. И Ефай, на мой взгляд, это один из самых презираемых библейских персонажей. Вы помните, он был незаконно рожденный ребенок, а это позор в Израиле. Вы помните, изгнали его все старейшины Галлада, его отец отрекся от него, братья, все его изгнали, он был изгой общества, на нем все поставили крест, он никому не был нужен. Но что делает Бог? Берет этого Ефая, поднимает, ставит судьей, и он из немощи, из презрения, из пренебрежения и отвержения, он становится воином в армии Божьей и приносит избавление израильским народам. В слабости свершается сила Божья. Аминь. Давид. Ну, за Давида много написано, многие знают, но меня, знаете, всегда удивлял вот этот момент. Помните, когда пришел Самуил, чтобы помазать царя того же Давида? Ну, они там все гуляли, и все сыновья были в Ессеи, за исключением Давида. И когда, ну, Самуил несколько ошибался, думал, это Елеуй будет, высокий, красивый, сильный. Бог сказал, нет, я не так смотрю, ты не так видишь, как я вижу. И он спрашивает у Есея, у отца, есть ли кто еще у тебя в доме из сыновей? Ответ отца. Он меня просто поразил. Когда в оригинале это звучит, когда он ответил, есть еще меньший, в оригинале это звучит, есть еще меньший, то есть, маловажный, самый последний в смыслах и значении этого слова. Я не знаю, почему отец так говорил о своем самом младшем сыне. То есть, им пренебрегали все на праздники, а он пасет овец. И он самый последний во всех смыслах и значения этого слова, маловажный, ничего не значущий, вот что сказал отец. И поэтому неудивительно, когда мы читаем, когда он пришел по поручению отца проведать своих братьев, то вы помните, что Елеуй говорил о нем, а он говорит, а кто, Елеав, да? Кто ты такой? У тебя дурное высокомерное сердце. А Давид говорит, разве это не слова? Бог говорит, это муж по сердцу моему, а братья говорят вот так. Ну, знаете, я к той поговорке, ты малый скажи малому, хай малый, малому скажи, хай малый, ты ля привяжи. Но невозможно такое отношение было к нему, как к самому младшему. Вот просто он все должен там где-то и им пренебрегали абсолютно все. Я не знаю почему. Некоторые исследователи Библии утверждают, что он был тоже незаконнорожденным ребенком. На основании, я не говорю этого, я не знаю, на основании того, что в 50-м псалме он говорит седьмым текстом, вот тебе в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. И сторонники этой теории или гипотезы, предположения, они говорят, если он в законном браке, то почему в беззаконии зачат и во грехе родила меня мать моя. Но самое главное, то, что он тоже был слабым, он был пренебреженным в семье, он был невостребованным, а если востребованным, то только как пастух, и все. Но Бог берет этого юношу и делает его сильным воином своим, и его задачу или задачу Божью Давид своей жизни выполнил. Аминь. Он расширил границы пределов Израиля, и в принципе все враги, всех врагов Израиля он успокоил. И потом уже наступил золотой век сына его Соломона. Он делает, делается сильным. И знаете, свою зависимость от Бога он демонстрирует. Не один раз мы читаем, как Давид вопрошал Бога, говорит, я догоню или не догоню врагов моих? Я одержу победу или не одержу? Он постоянно обращался к Богу за вопросом, за советом, за силой и за помощью. Это показывает, насколько Давид был зависим от Бога, и поэтому он делает его, Бог делает его сильным воином своим. Самуил, во время духовного упадка, деградации израильского народа, Бог берет этого мальчика, потому что Илья священник, вы помните, он просто был, ну, сыновья развратились с его. Он ожиревший, он бесчувственный, он, ну, недуховный такой, и Бог просто-напросто отвергает его от той позиции, которую он занимал, но он берет маленького мальчика, и в это время он делает его великим пророком, божьим. И вы знаете, я обращаюсь к тем, которые, возможно, списали себя со всех счетов. Вы думаете, что Бог не может вас использовать? Исследуйте жизни, вот эти библейские персонажи более подробно, изучите, и вы увидите. И не только они, но и другие. Почему апостол Павел даже говорит молодому Тимофею, своему ученику и последователю, и о котором он потом говорит, он делает такое же дело, как я, но кем он был? Молодой, молодой человек. И он говорит, чтобы никто не пренебрегал юности твоей, но Бог делает его успешным, несмотря на его молодость. Насколько важно, чтобы мы осознавали, что Бог в любом возрасте может всех нас использовать. Многие в церкви, к сожалению, исписали себя со счетов. Они поверили лжи дьявола. Ты не можешь, ты не способен, ты слабый, ты никому не нужен, ты невостребованный, и без тебя обойдутся. Дорогие мои, Бог нуждается в тебе. Он что-то вложил, определенный ресурс, определенное дарование в тебе. Вот тот капитал, который есть внутри тебя, Бог ведь не для тебя его вложил, а для того, чтобы ты это использовал, высвободил эти все ресурсы для славы Божьей, чтобы Бог был прославлен через твою жизнь и через твое служение. Ты, Бог может тебя использовать. Ты не ошибайся в этом. Все, что нужно делать, укрепляйся силой благодати Божией и Его могуществом. Укрепляйся Господом. Просто прибегай к Богу, и Он тебя будет использовать, и ты будешь Его прославлять. Богу действительно нужны пустые сосуды. Я не знаю, чье это выражение, но кто-то сказал следующее. Чем больше пустоты ты предоставишь Ему, то есть Богу, тем больше Его полноты ты сможешь принять. Богу не надо, когда ты приходишь и полон знаниями. Знания человеческие, они надмивают, они дают гордость. Знания от Бога, они не будут давать гордости, потому что ты понимаешь, Бог тебя научил. Бог дал тебе эту мудрость. Да и что ты имеешь? Ничего ты не имеешь без Бога. И Божья мудрость, которая чиста, мирна, скорона, послушива, полна милосердия, добрых плодов, она не будет давать тебе мудрости, потому что ты понимаешь, это не твое. Я еще одно свое свидетельство скажу. Когда я учился в школе, мои любимые предметы, это математика, геометрия, физика, химия. Я на Олимпиады ездил, я всю доску этими формулами списывал. Мне очень нравились эти предметы, они мне легко давались, очень легко давались. Самые тяжелые предметы, которые мне приходилось изучать, это украинский язык, украинская литература, русский язык и русская литература. И самое сложное для меня было, это писать сочинения. Если у кого-то спешу, то тройку получу. Поверьте. И когда я уверовал, я был в небольшой церкви, у нас так было, если ты брат, то есть в брюках, значит, ты будешь проповедовать. Я понимал, что мне дадут, но тогда говорили, еще это в подполье было, тогда говорили, на, брат, прочитай, дают тебе Библию, ты должен прочитать. Но вы понимаете, сочинение писать, я двух слов связать не мог, для меня это такая проблема, это просто нереально было. И то, что сегодня я проповедую, это чудо Божье. Это чудо Божье. И кто бы что ни говорил, мне много разных вещей говорят, ну, например, такое тебе хорошо, тебе легко, у тебя дар есть. Да, 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 да. Вы же не знаете. Вы же не знаете. А я знаю. И потому то, что я делаю сегодня что-то, и как-то Бог может использовать. Дорогие мои, я знаю, кто достоин славы. Я знаю, что это только Он. И вся слава только Ему. Большая проблема, когда мы присыщены собственной силой, собственной мудростью, собственными знаниями, и мы что-то начинаем себе, какие-то мы такие одаренные. Дорогие мои, да все же Бог дает. В любой сфере твоей жизни у тебя успешный бизнес. Благодари Бога, не забывай никогда. У тебя счастливый брак. Благодари Бога. Ты живешь сегодня, есть какое-то здоровье относительное. Благодари Бога. Ты ходишь своими ногами, ты видишь своими глазами. Благодари Бога. Все это от Бога в твоей и в моей жизни. Насколько мы должны быть благодарны Богу, осознавая, я зависим от Бога. Я ничего не могу сделать, дорогие мои, потому что когда ты вот то, чем Бог тебя наделил и благословил, и ты это, извините, приписываешь себе, что ты другими словами делаешь, ты как бы говоришь, Боже, да я сам могу это делать. Один из служителей Божьих, тоже не буду называть его фамилию, возможно, он уже на небесах, он сказал к концу жизни, я его хорошо знал, и он сказал к концу жизни, я такой имею большой опыт в служении Богу, что некоторые вещи я могу делать без Него. Дорогие мои, это большая проблема. А ведь сколько есть тех, которые этого не говорят, но внутри это есть, в мыслях это есть, я могу, ну, пойдем сразимся, как вчера и третьего дня, помните, да, надменность, гордость, мы сами, а Бог говорит, нет, меня там нет, и все, если Бога не будет, будет обязательно поражение в твоей жизни. Дорогие мои, как важно осознавать, мы все целы, мы полностью зависимы от Бога, и вот это чувство зависимости от Бога, когда ты проносишь через всю свою жизнь, свое служение, ты ставишь Бога на первое место в своей жизни. И это есть отдание почтения Богу и осознание своей слабости в Боге. Как только мы прибегаем к собственной силе, к собственным ресурсам, мы ограничены, и мы теряем связь с небесными ресурсами. А мы по себе, мы мало что можем сделать, и порой это будет неуспешно и не будет так благословенно. Второе послание к Арифинам, 4 глава, с 5 текста апостол Павел говорит, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, с какой целью, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. И дальше святой апостол Павел говорит, но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписана Богу, а не нам. Дорогие мои, мы, ну глина, глина есть глина, чем ты можешь хвалиться, глина? Глина и все. А то, что внутри, это то, что Бог тебе дал. И поэтому все то, что ты можешь делать, всю славу давать только Ему. Царь Ози, я заканчиваю, мы будем молиться. Вторая книга про Альпинон, когда мы читаем 26 главу, я два текста всего лишь, пятый и шестнадцатый. Обратите внимание, и, кстати, вот по такой схеме, ну извините за это выражение, некоторые действуют христиане. Когда мы приходим только к Богу, когда только начинаем что-то делать, ни опыта, ни знаний, ничего нет, мы понимаем, мы трепещем пред Богом всей внутренностью, и выходя, особенно проповедники, и колени трусятся, и переживания, и волнения во рту пересыхают, и прочие вещи. И слава Богу за такое состояние. Бог их использует и дает свою благодать. И вот Озия, царь, хороший царь, пятый текст, прибегал он к Богу во дни Захарии, получающего страху Божию. И в те дни, это в начале царствования, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. Бог его благословлял. Но когда, шестнадцатый, когда он сделался силен, возгордило сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскрепить Фимаам на алтаре Кадильном. Он занялся не своим делом. Он делал то, что он не должен был делать. Корень, причина возгордилась сердце. От чего? От положения, от славы, от уважения, от успеха, от побед, от всего. Братья и сестры, моя молитва к Богу вместе с вами. Чтобы молиться к Богу, чтобы Бог удалил вот эту всякую гордыню, всякую надежду на себя, и чтобы мы всегда становали, я зависим от Бога, я нуждаюсь в Боге, и только Бог может меня использовать для своей славы. Аминь. Будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok